На первых порах соревнования по силовому экстриму представляются больше как шоу, но то, каких усилят и стоит спортсменам, чуждому от спорта человеку представить сложно. И это всегда интрига, не говоря уже о том, что эти высокие крепкие атлеты не могут не вызывать восхищения. Интересные состязания держат зрителей на одном дыхании. Здесь происходит в следующий момент соревнования по силовому экстриму. Это такой батл между клубом CrossFit Red Shell и между Федерацией пауэрлифтинга Чувашьей Республики. Мы пришли поздравить горожан с праздником, с Днем города, пришли провести хорошо время, показать реальную силу, которой владают атлеты. И это такой дружеский батл, который не претендует на большие спортивные достижения. Но, как вы видите, парни все подготовленные, очень сильные, поэтому я думаю, что всем будет интересно, потому что веса очень нешуточные. Атлетам необходимо было пройти четыре комплекса. Первый – закинуть 100-килограммовую кеглю на стол высотой метр тридцать и два раза поднять одной рукой гирю весом 50 килограмм. Далее – кантовка 200-килограммового колеса плюс пронести два 80-килограммовых баллона. На третий комплекс – заброс над головой 100-килограммовой штанги на время – прибыл главач Чуваший Михаил Игнатьев, который подбодрил участников турнира на более высокие результаты. Следом спортсменам требовалось перенести коромысло весом 200 килограмм и заключительным испытанием стала буксировка руками автомобиля «Газель». КОНЕЦ КОНЕЦ Две команды представителя клуба «Кроссфит» «Рэд Шелс» и Федерация пауэрлифтинга Чувашской Республики до последнего шли вровень, выявила победителя лишь последнее испытание. На несколько баллов соперников опередили спортсмены клуба «Кроссфит». Ну а звание самого сильного человека заслужил многократный чемпион мира Европы по кикбоксингу всем нам известный Алексей Соловьев. Дорогие горожане, поздравляю вас с этим замечательным праздником, с Днем города. Замечательная погода, хорошего вам настроения и здоровья. Субтитры делал DimaTorzok Елена Фирсова, Петр Куприянов, Новости Новочебоксарска